Как остальные молчат? Да! Итак, друзья, я рад вас приветствовать на месте, на мероприятии, которое тут называется Называется оно «Горящее солнце» Я его вёл раньше, потом не вёл, вот в этом году снова ввёл Помогает мне в этом сегодня Кногенов Помогает его выучить Значит, я что попрошу вас сделать? Отсохватить сцену, всем, кто не имеет к этому отношения, уходите отсюда В Нью-Ран уходи, в Нью-Ран уходи, в Нью-Ран остается, в Нью-Ран уходи Нет, нет, стурии остаются Стурии остаются Стурии остаются Всё Старитесь, идите Все вновь Всё вновь Ага Переходим на ту сторону Да, да, отсюда смотришь, да Шоу будет лучше, для тебя сделан дал Итак, поднимите, пожалуйста, руки, кто раньше, позапрошлом году или еще до этого бывал вообще на формате горячих соплей, представляет, что это такое, поднимите руки. Окей, значит, для всех остальных поясню. Как-то ко мне подошел Юрий Шосток и сказал, хочу мероприятие, где ролики будут орать друг на друга, ты не будешь. Я сказал, хорошо ли, это запонент сейчас нет. И вот это такое мероприятие, где, я прошу потише, это мероприятие, где ребенку дается возможность в некотором формате поорать друг на друга, ты хуй, по теме, заданной мной. Было, в общем-то, сложно найти какую-то тему, которую мы еще не обсуждали и которая была бы при этом достаточно живой и настоящей. И вот тема, которую я предлагаю сегодня, по поводу которой мы будем батлиться и которая мне кажется настоящей, а остальное не важно, потому что это все еще мое мероприятие и будем обсуждать то, что интересно мне. Тема такая, ролевые игры и ролевое движение мертво и ролевые игры и ролевое движение живо. Вот. Значит, я сейчас наберу команду людей, которые будут хоронить ролевые игры. Вот. А когда едут, заберет команду, которая будет, значит, защищать... Оживлять. 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 Финн, то есть ты за некрофилов. Да. Итак, я, значит, первым в свою команду вызываю, значит, мастера со стажем Юрия Светки-Красова. Супер! Почему я должен был отлично? Ну, отлично. Гнида. Так. Так. Я, конечно, возьму персонажа, который не перестал ездить на ролевые игры. Тема, там. А я... А, 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 а! А, а, а! А, а, а! А, а! А, а! А, а! А, а! Хорошо, что в третий раз вышел! Ну, с тобой не ранее! Парина! Парина! А, а! Хоронить, закопаем игры! Умные тварины-то, иду-ди. Давайте добавим московское... Умности. Давай. Ой-ой-ой-ой! А, а, а! Ну ты хотя бы не хоронишь! Окей, здесь нет. А, а, значит, так. А, и третье еще? Пойди, у вас просит некрасивого. Да! Кто будет хоронить рулевые игры и говорить, что вы в пленатке? Голом! 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 Корсар! Корсар будет хоронить рулевые игры. Поздравляю вас, Иван! Чуть буду наград всех представлеров, милей. Пойдём... Парень, прости, не помню, как тебя зовут, с пижамой и белой майкой. Ты же на новичках. Давай! Давай! Молодец! Поздравляем новичками! Приятного новичка! Я попробую! Итак, значит, про формат. Тишина, секундочку, послушай меня. Научи этому формату. Спасибо. А, да. Когда я поднимаю руку, все тоже поднимают руку. Вот так, как я сейчас делаю, то есть поднять руку и говорить нельзя. Подняли руку, молчи. Ставила бок и подлышки. Итак, весняю формат. Формат такой. Я буду засекать время. Вот. За отведённое время, скажем, полторы-две минуты, боец с какой-то стороны, кто сейчас атакует, должен объяснить, почему, значит, позиция противника слабая, а его позиция классная и выигрышная. То есть, эти ребята объясняют, почему, значит, ролевые игры мертвы, будущего у них нет и как бы всё кончено. Наоборот, эти парни объясняют... Ну, эти ребята туда объясняют, а эти объясняют сюда наоборот. А, значит, почему, короче, всё ещё живо, всё стоит, как бы, перспектива Барсимполя, это просто были старые, скучные и неудачные игры. Ну ладно. Огонь! Вот так! Огонь! 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 Конечно же, это мероприятие без цензуры, без купюр, как бы нельзя бить друг другу мордой, оскорблять друг друга, значит, как бы, как-то гудорить и, собственно говоря, всячески эмоционально реагировать, создавать шоу можно и даже приветствуется. Ну что ж, сейчас дадим буквально по минуте, значит, командам подготовить, ну, какие-то такие первичные набросы, это ещё пока не дуэль, это пока что заявление позиции. Так. Я закираю время. Я закираю время. Минута, нам нужно подготовить первоначальный бань. Город. 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 Сэмпелл. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. Закончили обсуждение. Тишина. Ой, блин. Время! Тишина. Спасибо. Итак, команда наших багильщиков. Кто от вас выступит? Багильщика? Караньяка. Кто из вас выступит? Милан Караньяка. Выступает в косах, а мы потом будем добивать. Милан Караньяка. Да, да. Можно я вам покажу? Милан Караньяка. Милан Караньяка. Милан Караньяка. Некоторая метроскопическая вероятность того, что у вас здесь в Сибири живое движение живо, но я смотрю в зал и нет, это такое же старое, как и у нас в Москве. Значит, прям больно можно. Да, да, конечно. Самое сердечное. Хорошо. Значит, смотрите. Я спрячусь за них на фиксах. Современное реверное движение представляет собой в основном достаточно взрослых и старых людей, которые прямо здесь на Сибири больше обсуждают, что болит, нежели чем на какую игру едет. И важно это почему? Потому что приезд... ... ... ... ... ... ... ... Так вот. Приток свежей крови у нас достаточно тоненький, Он есть, но очень небольшой. Мы с большим трудом набрали сегодня 7 человек, чтобы показать вот свежая кровь, и все они нам показали после этого ядский утренник. При этом основные выходы наружу, основное развитие ролевого движения находится в той точке, где собираются старпёры, со старпёрами обсуждают старпёрские проблемы, что вы только что видели на круглом столе белый совет. Что происходит прямо сейчас? Основные выходы бассионарности находятся в других зонах. В политике, в театре, в образовании, где угодно ещё. Мы не развиваемся, мы просто сами с собой стареем, заткнуемся и скоро умрём. Спасибо, спасибо. Итак, а пойдёмте со своей позиции, в презентации вашей позиции возглавит как в партии жизни. Зачём с простого? Здрасте, пенсия. Где, значит, биться? Себя! Позакрывали пиздаки. Спасибо. Новое слово. Кеймеров, 26 лет. И я считаю, что ролевое движение живо. Не чукаете? Зачем какой тезис? Я готов пить? Нет. Итак. А вы, а вы готовы пить? Заказывайте тезис. Я планирую прожить, ну, допустим, до 60. А это ещё 34 года активных игр в Сибирь. А это, как минимум, 78, а то и больше, активных, полноценных в Сибирь. Возьмут. Ну, извините, а работа. Это минимальный, потому что 4-й год. Так вот. Закругаемся с позиции. Я считаю, что вот этот человек, не достаточно молодой, но достаточно человек, не прав. И только потому, что он считает, что в Сибири ролевое движение мертво. Спасибо. Итак. А теперь, собственно говоря, как Google Format. Когда мы познакомились с позициями и понимаем, о чём будут говорить вот эти ребята, о чём будут говорить вот эти ребята, ну, или как минимум часть из них, я вам расскажу про формат. Все, кто, не знаю, 2 или 3 года назад имел интернет, наверное, успели столкнуться с таким уже умершим феноменом, как рэп-баттлы. Вот. И что-то подобное сейчас будет происходить. Будут выходить 2 человека, они будут стоять друг напротив друга и как бы говорить друг другу, почему человек, стоящий напротив него хуй, а его позиция говно. Вот. На это будет отведено 3 минуты. Вот. Максимум. Если будет как бы выходить за регламент, я буду обрывать. Вот. Человек стоит молча и слушает как бы всё летящее в него. И обтекает ему. Вот. Обтекает. А потом ему даётся 3 минуты на то, чтобы ответить то же самое обратно. Вот. Ну и так. Я даю ещё 30 секунд на то, чтобы каждая команда решила, кого они выстоят первым. Можно с пейтом он знакомится? Ну а-а-а-а. Врузья это готово. Причем. Поехали. Если кто-нибудь готов размочить каску и начать вверх, или мне выбрать? Цу-е-фа! Ролевой момент! Белый коллекционист! Это летающий китайцы! Грант, начинаешь или отвечаешь? Я! Я не могу! Итак, поаплодируем! А теперь ебало на ноль! Слушаем, три минуты от Гранат! Время пошло! Короче, Тёма, мать твою, так! В 92-м году, когда я пришёл, мы все были ебаные эльфы! Это было дико охрененно круто! Сейчас никого в этом зале я не вижу, ни одного человека, который по-настоящему бы этим жил! У которого бы Средиземье, блин, было бы вот здесь! По-настоящему! Потому что это всё давным-давно превратилось в грёбанное хобби! Точно такое же, как лыжи, как скейтборд, как, мать его, страйкбол! Кстати, страйкбол нас отымел к стену! Взад! Вот они! Ваши! Кровыми стволами! А знаешь почему? Потому что там нет ни хрена, кроме, на самом деле, демонстрации агрессивности, стволов, экипировки и мужиков, которые притворяются мужиками! Они алименты не способны заплатить жаль! На самом деле, самое херовое, что произошло с ролевым движением, это потеря романтичности! И в этом плане оно сдохло и пахнет очень стрёмно, потому что мы все охрененно научились шить костюмы, делать игры, одеваться, значит, мастерить, организовывать тёплые сортиры и всё на свете! Ну, когда, Тёма, последний раз ты по-настоящему чувствовал, что ты, ну, не знаю, охеренно живёшь! Не охеренно поиграл, а охеренно живёшь в этом ролевом мире и готов ради этого грёбанного ролевого мира что-то сделать по-настоящему такое! Ну, короче, чего ты не делаешь, просто, ну, как бы, положив стволы в тачку, приезжав с пацанами, выпьев, покурив и потом сказав, да, охеренно мы их дёрнули, потому что, ну, мы просто классно маневрировались в 12 часов в полисе! Ничего такого давным-давно не происходит! Да, до хрена крутых эмоций у нас у всех! Да, мы научились их себе продуцировать и делать, короче, себе круто! Но это давным-давно уже, знаешь, примерно так! Ты приходишь к проверенному дилеру и говоришь, Коган, конечно, ты херовый чувак, но ты охеренный мастер! Ну, давай, выкати мне, ну, граммов 20! Осталось мне рука? Раунд! 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 Молчишь? Раунд! Тёма, отвечаешь! Юрий, вся твоя позиция построена на простой, простой, простой вещи! Ты старый, с 92-го года играешь в твоём игры и это они не вебле верили, это ты в них ничего не видишь! Это ты ничего не чувствуешь. Это тебе ничего не надо, и ты ничего не хочешь. Я знаю, дохуя... Но! Зачем можно так? Да хера молодых игроков, которые хотят играть в игры, играют в них, тратят на это дохуя времени, и даже пладут некоторую жизнь. Хотя, если человек, что-то не очень правильно... А, ты затронул тему страйкбола. Беги, беги! А, страйкболец в Красноярске. Примерно, ну, человек 700 страйкболистов. Из них бывших ролевиков... Кстати, как и на команду больше не бывает. Из них человек 100. А остальные это страйкболец. И эти люди приходят к нам, блядь, и говорят, научи нас играть, сука, в ролевые игры, блядь. Не к тебе, потому что тебе им нахер не нужен, потому что ты уже сдох, вот так, закопался, блядь. Хуя, ты ничего не хочешь делать. А я каждый раз этим придем, помогаю, блядь. Раунд! Бега! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 А, итак, сейчас, поднимите, пожалуйста, руки, зал. В зал обращаюсь к вам. Кто по вашему мнению считает, что победу нужно присудить команде смерти и уступавшему от них бойцу Юрию Некрасову? Он там едет, Аттёма останется, вы что делаете? АПЛОДИСМЕНТЫ Руки тех, кто считает, что победа в этом раунде стоит посидеться. Считаем результаты первого раунда. Счет 1-0 в пользу партии жизни. Поклопайте. Счет 1-0 в пользу партии жизни. Хорошо. В этом время мы переходим ко второму раунду. Определитесь, кто из вас будет первым. Решите, кто из вас будет первым. И так, тишина. Все, молодцы. Рот открыли все. Вот эти только говорят. Даже не эти, а вот эти. В ближайшие 3 минуты говорить только Анатолий Вайдзе. В мере пошло. Этот человек сделал одну из лучших ролевых игр, на которых я играл. Это правда. Этот человек из ролевых игр сделал компьютерную игру, а друг из лучших, которую любят даже мои студенты, которые ничего не знают про ролевые игры. Я люблю этого мертвого человека. Давайте похороним его, помянем минуту оболчания. Он ушел из ролевых игр куда-то. Мы будем помнить за то, что он был молодцом. За то, что он играл. За то, что он делал игры. Он пытался иметь жанры. Ничто его не спасло. Искусственная вентиляция гимдева. Господин Баранте. Эти все разветвленные сюжеты. Перевод на английский. Стим. Мерзость. Мерзость. Ролевая мерзость. Ничто не спасло. А я прихожу к своим студентам. Им 19. Они говорят, Анатолий, мы придумали типовую игру. Мы ролевики и едем в Владивосток на поезде. Я говорю, что? Мы придумали ролевую игру. Они не говорят, что ролевая игра. Мы едем в Владивосток на поезде и играем в игру, где у нас роли и в обогоне. Я говорю, господи, эти люди ничего не читали в интернете. Потому что у них только тикток. И они придумали ролевые игры заново. Потому что эти пидоры умерли в этой сраной Сибири. Потому что ролевые игры живут не там, где старики и мертвость. А там, где жизнь. А жизнь будет всегда. Пока не случится, конечно, это вот, как бы, секулярность. А секулярность выразличны, слава и богу. Я уже кончаю. И я кончаю. Я кончаю ролевые игры. И вы найдёшь. Время жизни. Время жизни. Время жизни. Время жизни, которая придёт и сделает игры там, где мы думаем, что все мертво. Они сядут в наших могилах. Не зная, что это наши могилы. Они нают наши черепа. Не зная, что это наши черепа. Они будут пить за что-то. Не зная, что они пьют за первый день. А мы будем плакать седые, обёртваясь. Спасибо. А теперь тишина. Отвечает партия смерти. Весьма поэтично, сукин ты сын. Поэзия ещё чуть-чуть осталась в твоих жилках. А игры ты когда делал? В этом году. В этом году. Со своими студентами, которых нет ни одного в этом зале. Куда ты вкладываешь ту мудрость? Твой поэтический талант? Твой жар? В Оскар. В Оскар. В какую-то застывшую статуэтку. Которая о чём говорит? О том, что мы выбираем между... Какие игры в Сибири? Анатолий, сколько игр? Четыре игры. Тридцать четыре игры. Тридцать четыре игры. И это ты развиваешь живой ролевой сезон? И это у меня числа такие же, надо сказать. Но дело не в этом. Толик, посмотри и на всех нас. Ты же сам признаёшь, что каждый из нас мёртв уже. Что... Из вас. Из нас, без сомнения. Ну где из твоего тела прорастающие новые лозы, новые игры, новые идеи? Мы жуём мёртву. Старьё. Вы. Конечно. И мы знаем вкус падали. Мы отвечаем его на вкус. И то, что окружает нас, без сомнения мёртву. Потому что мы говорим всё те же слова и произносят всё те же люди, которых мы видели двадцать лет назад и, боюсь, будем видеть ещё через десять. Это всё просто, ну, как бы уже блевотина. У тебя блевотина. У тебя блевотина. Не найди. И ты не найдёшь ни одной свежей ноты, ты видишь только… И если ты мне покажешь хоть одно новое слово, хоть одну новую идею, которая была произнесена здесь, я скажу, вы победили. Время. Кто считает, что во втором раунде победила партия жизни? Поднимите руку. Раз, два, три, четыре, пять, семь, семь. Тихие, круг, толковет. Кто считает, что в этом раунде победила партия смерти? Поднимите руку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь. Викториналたい. 60 против 60. Итак, счет 2-0 в пользу партии жизни. � switching по творчествуя. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Да, нет, у нас потом ещё будет набросы от зрителей, ещё успеем, наверное. Итак, а у нас тем временем приближается третий раунд. Остались бойцы «Корсан» с этой стороны, а с этой стороны как зовут? Влад. И Влад с этой стороны. Корсан, прощи! Итак, эээ... Тишина, тишина, тишина. Так, три минуты молчишь, а Корсан... Да, все молчат три минуты и слушаем на жизнь настоящих бойцов, а ты, Корсан, изливаешь всю свою боль в течение трёх минут. Время пошло. Есть распространённая иллюзия, что какие-то там молодые люди изо всех сил создают ролевые игры, потому что их кто-то где-то научил ни хрена подобного. Они приходят, изобретают велосипед, а велосипед трудно изобретать, надо много усилий. И подать, что будет сутать, они его поездают, он что-то недалеко проехал, они его бросят и уйдут кататься на горных лыжах, потому что там велосипед уже есть. Там не так сложно кататься. Вторая иллюзия — это то, что есть какое-то остриё развитие, на котором многие люди чего-то изучают. Ни хрена подобного, остриё развитие — это их РМЛ, на котором они собираются 10-е ООО, делают игры для себя 10-ти. Приезжай, иди себе, а тебе не понравится ближайшие 10 лет, но ты попробуй. Поездишь — постепенно тебе понравится. Придумывают игры для себя и своих друзей. Делают какое-то остриё развитие, которое потом нигде в ролевом движении не работает, работает только у них на их специальных РМЛ. И другая иллюзия — это развитие конвента. Вот мы сейчас на рефесте, а я, например, ещё имею некоторое отношение к конвенту «Комфорт», который хвалится своей ролевой программой, ролевым блоком и действительно огромный — там семь потоков. А он только и делал ещё пальцы. Спасибо. А поэтому ни хуя не сделал. Семь потоков, причём это бьеса учёта концертов и без учёта всего остального, и там такое просто прям трещит ролевое знание. Собираются люди и трещат своим ролевым знанием друг от друга изо всех сил. Я об этом и говорю. Мы друг другу всё определённым образом сказали, дальше мы ушли в квантовую физику вот туда, к ним. И друг другу говорим таким способом. Когда ролевое движение определённым образом меняют крупные игры? Крупные игры вывозят крупные локации и средние локации. Командуют ими старпёры, которые потихонечку вытекают, и замены мало достаточно. Поэтому, нет, это изобретение велосипеда продолжает умирать. И ни к чему оно не приведёт. Оно приведёт к тому, что постепенно... О, зелоткон! Как я мог про него забыть? Я говорю, я ярчайший... Минуту навлевать ему. Хорошо, я всё ярчайший пример. Конвертка, друзья! Который объединял вас всех, объединял всю нашу ролевую страду. Ихишки! Ихишки! И дважды не про шествий, и хишки! Точно! Это и не его, ничего не было. Зеландкон — это конверт, который разделал всю региону, даже не страну СНГ, где съезжали люди со всех регионов, которые были ролевым знанием. Знаете, что произошло в этом и в прошлом году на Зеландконе? Да. Люди 45 плюс сидели в одной комнате и бухали. Акзон? А-а-а! Который объединял! А-а-а! Который объединял! Никогда такого не было! Людок! Поэтому! Будущего — нет! Спасибо! Стоишь, стоишь! И теперь, значит, отвертите! Да! Отверточка, остальное время! Время пошло! У нас зарабатывал? Да! Я послушал «Васпятеры» И есть, что ответить? Я послушал всех пятерых, и я буду играть, сука, десятилетия! Я послушал «Вас всех» и вам всем невдомер! Вы меня убеждаете дальше, чтоб я дальше играл, чтоб ебашил на все, и чтоб все время я был настоящим! Я послушал, и я прямо сейчас, прямо здесь заявляю уверенно! Прямо! Я готов навсегда, в игровых всех мирах, бить надежно, бить! Верно? Прямо! И вы все говорите, что у нас, мол, уснули отцы! И вы все говорите, но слушали вы, что вам всем завещал здесь бойцы! Ура! Ура! Ало! 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 И ответ, как раз, на стой! Говорю напрямик, в этом нет ни заметки, ни больших, среди вас трое и двое присящих, только нет рыбиков настоящих. Последняя точка. Последняя точка. Удар мой под дых. Среди вас трое опытных, но нет молодых. Ну что ж, давайте выясним, кто-то одержал победу в третьем раунде, кто за партию пенсионеров из Герти. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Одиннадцать, кто? Двенадцать. Итак, кто за партию молодости и жизни? Вы! Очевидно, больше. Что ж, эта часть с бандами заканчивается, и мы начинаем. Мне? Да. А как? Ну, хорошо. Но всё в деле? Чуть похоже. Сначала я хочу дать возможность как раз таки залу накидывать вопросы к нашим участникам. Есть ли вопросы к участникам из, значит, лагеря смерти? Так, Стася, вопрос. Вот вопрос, Юргер. Если ты считаешь, что Нахиб сок умерло, зачем же мы сегодня делали с тобой мероприятие, их сопровождения и не делали кто? Юрий, твой ответ. Я обожаю делать всякую херню! А-а, вопрос, про- вопрос, сюда, Александр, давай. У нас не столько участвует обсуждение, которое не имеет , нахуй, такого сомнены. Слушай, как не имеет никакого смысла? Ты ж игру делаешь, тебе на неё и едут. Я понимаю, всё же вот. Смотри, не спорьте рыжу, не спорьте рыжу! Всё, ответ такой я понял. Нет, не стыдно. Вопрос сюда есть? Зал? Нет, не сюда, туда. А, сюда есть? Я играю роль в игре седьмой год, всего лишь. Когда я пришла, мне начали рассказывать про то, что они умирают. Когда же она, сука, была? Семь лет! Я на это 22 года кормлюсь. Тишина, тишина, тишина. Всё, всё, вопрос задом. Кто будет отвечать, знатоки? Когда умрут ролевые игры? Халка, ты не мужик, я отстал, тебе хуй! Ну, кто-то должен был это сказать. Ответа не будет? Нет, ответ! Какой-то ответ! Иван, давай, Влад в поп-урак, этот сатир похотливый, а этот стрейкболист не дам. Давай, давай, давай. Влад, ты на утро не будешь? Завтра утром. Спасибо. Так, сюда были вопросы? Да. Было у вас много. А, я не себя обещал. Давай, я обещал ты. Я хочу задать вопрос вот этому человеку. Владу. Владу, Владу. Ты можешь дать определение слова «аргумент»? Аргумент? Что? Вот, смотри, определение слова «аргумент». Слово «аргумент» определяем, смотри. У меня есть позиция, у этой позиции есть материальная база. Ты идёшь лоху, и это аргумент. Спасибо. Ну, нет. Давайте ещё вопросы не при вас. Давай за концом, давай. Здравствуйте. 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 Меня зовут Кирилл, чуть больше десяти лет в рулевом движении. А вы, сука, кто? Нет, ты не нравился, и Кирилл. Я тридцать лет в рулевом движении, если ты не знаешь, что такое «я», тогда ты хуй. Это консередированные люди. А, Джокер, Джокер, вопрос. Куда, в какой команде? Сюда опять? Нет, два, 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 два. А этим всё. Как говорить на практиках? При чистоте употребления нужно повышать дозу, чтобы испытать новое чувство. Кажется ли вам, что вы топите за то, что рулевое движение умерло, потому что нету просто... Долевых игр добр? Давай. 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 Да, давай. Долевых игроков не могут повышать. Долевых игроков не только не дохнут. Так, есть ответ у вас. Подожди. Вопрос? Андрей. Подожди. А ты-то последний раз когда вообще что-то чувствовал на рулевой игре? Ну, ответом. На какой? А, на рулевой. Ответ засчитан. Просто пять. За свидание. Спасибо. Просто я в этом не верю. Я хочу задать вопрос партии здоровья. А вы объясните мне, почему вот на нынешнем вполне себе ролевом мероприятии, рефестик, такой куцый, такой импотентский, за исключением одного, конечно, мероприятия, шоу-влог. Если у нас, блядь, всё такое живое, чё они все такие, короче, добренькие? Саня, не, у вас хорошо, кстати. Друзья, давайте про жизнь и не оскорбляться на шоу-вероприятиях. А ты можешь скребиться, и чё? Не, можешь скребиться, и чё? А, итак, отвечай. Саша, потому что ты и я мудаки, и на рефест не натренировали никаких новых молодых активных пацанов, которые бы это делали. Понимаешь? Вот мы с тобой мудаки, это ты виноват. То есть я виноват, да? Да! А я х** его! Осуждайте его! Да! Да! Вопрос ответит куда? Друзья мои, друзья мои, я хочу задать вопрос у нас. Давай. А, в косты, в смысле, к кому? Вот, вы смотрите на своих оппонентов, они смотрят на вас. Вот кто-то из них делает игру, кто-то из вас делает, и вы к кому, блядь, проявите? К нём, наверное. А вот и бред. Вот к этому, блядь. Видишь, я забыл устой дружить. Да, да. А любимым всё равно. А вы друг другу, ответьте друг другу. Компьюта ездили на игру. Стоп, вы до уши надоели, блядь! Вы не нужны нахреб, хуги тарахтели, молодёжи, блядь! Забейте! Стоп! Идите, нахрен! Да! Тихо-тихо, братан! Тихо-тихо, братан, ответь мне, что ты там, одинокий, на этом хую делать будешь? Сминец Ливан? Угу! Это его АПВМ! Устаньте! Устаньте! Встаньте. он начинает изобретать велосипед, наступать на грабли, и большая часть из них, они в какой-то момент получат 4 раз грабли. Не получится, но завязывается с этим навсегда. И вот мы смотрим здесь сейчас на грена людей, которые наступают на грабли уже под 20 лет и старше, а где те молодые, которые любили все на 5-10 грабли, а почему-то я здесь их не наблюдаю. Покажите мне идею, молодежь! Опять 10 граблей! Они делали! Они на кадре! Они на кадре! Я на игры делаю! А вопрос? К кому? Ну, я уже много ездил на игры, и много-много раз вижу, что действенность отличается. А на трофейс сейчас еще 100, 150, 200. В прошлом году игрок было 400. Для нас, конечно, ролеводов уже ничего не было. Обидно, что в общем, добрый день, солонна уже умер всего. Вот это самая печальная. Только что есть люди, которые думают, что эти люди растут, и их становится очень много. Ну, ребята, мы, конечно, все по здоровью, но нас мало. И все меньше. А таких короляк все больше. Я знаю, где-то... Я знаю, где-то... Эти хотят, что к нам приезжают! Эти шмоляки! Сказать, что все херово! А вот, как и... Ты так говоришь, как будто ты ни разу не играл на кладбище. Ни разу не играл на кладбище. Ни разу не играл на кладбище. Ладно, ладно, ответ. Как молодой работник гамидария, я могу тебе сказать... То, что сейчас мало народу, виноват ковид. То, что сейчас ты никого не видишь, ты просто делаешь. Спасибо! Так, осталось немного времени. Давай, вопрос от звезды прошлого. Прошлый топор, как бы, never. Давай, вот сюда вопрос. Давай. Я на последнюю игру купил костюм на Алиэкспрессе. Мяч в московском магазине. И про свою роль прочитал в интернете. Отсюда вопрос. А где душа? Давай, Тома. Нема, прости, у тебя никогда не было. Нема, у Нема прости, там все проливали. У Нема была. У Нема была. Есть еще вопросы у зала? Да, есть. Давай, Даша. Тише. Есть вопрос в этой команде. Тихать же. Дело в том, что уже пять лет назад мы ввели в ролевом Оскаре систему. 20% экспертов — новички. Первый или второй сезон. Каждый год за ролевой Оскар голосует 30-40 новичков. А вот вам, как так может быть? Откуда они берутся? Третий черепашка. Да, подожди. Подожди, подожди. Ну дураков много. Подожди, подожди. Я хочу задать вопрос. Вам, сука, не стыдно, друзья? У нас есть вот, например, дар жизни, да, и мы его передаем из поколения в поколение. Потому что так же у нас когда-то появился дар у ребенка. И вы сейчас из-за того, что вы в них разочаровались, отказываете ему в существовании. Для всех тех, кто первый раз ездит сюда, первый раз ездит на Камкон, для тех, кто первый раз ездит в свою первую, чтобы области всю бедную трубу. Для всех них, вы, сраные авторитеты, вам не стыдно, вместо того, чтобы делать новые мероприятия, вместо того, чтобы помогать этим людям, хотя бы мудростью свою, вы, среди них, просто разлагаетесь и воняете. Итак, отвечаем. Друзья, сделайте, пожалуйста, тишину и настройтесь. Перед вами сейчас выступила женщина. Женщина. Девушка. Видно игрок и мастер. Профессиональный, преподающий актерское мастерство. Поаплодируем. Спасибо. Можно вопрос всему залу? Итак, последний вопрос. Давай. Вопрос всему залу. Ребята, поднимите руку, кто на репестке не первый раз. Привет, Ликонечка. Дорога. А где? Все новички таскают. Вот там и дорога, так это не про это, не про любое окружение. Вашу сторону, извиняюсь за выражение, защищать уме Лусева, блядь. Ай! 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 Спасибо, друзья! На этом у меня... Снесли, снесли! Так, друзья, сейчас, секунду, дайте мне право поменять сторону! ТыOver, иди на них... Хорошо. Ладно, хочешь, то есть сниску, надо её... Да, да, я меняю сторону! Да-да, я меняю сторону. Ну и одна, все! Ай! 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 Не боюсь! Ай! Тише, тише, тише. Тише, Анатолий. В мужских объятиях всё живое. Но когда там тебя живое? Юрий, выходи. Ну, хорони тогда, Анатолий защищаетесь. Ну, как поменяться? Ну, поменялись, понятно. Ты предал мой панч! Тише, тише, кто это первый? На эту дверь. Ну, давайте на эти дверь. Нам... ну чё ты? Ну чё ты? Орел, ты начинаешь. Нет, я пошёл. Точно. Итак, тогда три минуты у Анатолия, который хоронит, были выиграть. Хоронит. Хоронит. Анатолий, поехали. Я стриг ноги. Я постриг ноготок. Взял тушечку. Смотрю на неё и думаю. Блядь, это кусок мёртвой плоти. И он так похож на мою последнюю ролевую игру. В нём всё есть. Мои гены. И чё-то и будущего смогут по этому кусочку меня вернуть к жизни. В нём есть, как бы, отпечаток всей эволюции. С первой фишки до последнего, там, я не знаю, лагедока гардического. Где я там жрал стекло и делал плейпулуз. Ну это просто маленький кусочек плоти. Который может опытный специалист в еврейской или другой национальности отрезать человека и бросить вкусное ведро. И забыть о нём навсегда. Я подумал, я был на этих вот ромаэлах упомянутых. Я был на этих тысячниках. Я вот даже делаю завтра какое-то мероприятие, где мёртвым людям я принесу мёртвое, пластмассовое, покрашенное золотой краской. Просто на каком-то там каменном кусочке. Кусочки вот из него, игрушки ёлочные. И им даже будет рада с нами сделать вид, потому что они хороши ролевики. А ночью они будут пить. А в понедельник они выйдут в офис и к полудню. После того, как начальство выебет на совещании и ничего об этом не вспомнит. Я вдруг подумал, у меня ведь тоже понедельник. У меня ведь тоже совещание. Что ты? Что ты? В слух я этого не скажу. Мой телефон придётся выключить. Ведь директор звонит мне каждый понедельник. Даже когда я в Харсомерске. Минута осталась. Ты про меня что-нибудь скажешь? Вот ноготок. Ну, он символически может грызть, если хочешь. Ням-ням-ням-ням. Вот если ты из моего ноготка оживишь игру, продашь её новичкам, если вдруг в этом ростке будет душа Эфи на юблите. Вдруг я приползлю поцеловать тебе ноги. Так, начинай. Иди сюда. Так, сплюнуть в ладошку. Я готов выдать. О! Так. Хочу тебя иметь? Это мать. Его Анатолий Козаков. Он мог бы преподавать актёрское мастерство, но он преподаёт его Стасе и куда более успешной, чем ты. У меня сука. Ролевые игры – это то, что делает мою жизнь осмысленной. Тридцать лет назад я обрёл в этой жизни смысл. Профессию, мать его. И теперь я всегда этому рад. Да, меня давным-давно ни хрена не штыри толик. Какая разница. Но это делает мою жизнь наполненной. И главное – это делает вот этих людей сидящих в сале моей семьёй. Ролевое движение – это моя родина. Это то, что сделало меня тем человеком, которым я являюсь, и который позволяет мне, теперь всем людям, включая правительство Российской Федерации, рассказывать, что я начинал с того, что я бегал с мячом по лесу, и до сих пор там бегаю. И никто теперь никогда мне не говорит, о, какая херня. Теперь. Про твоё неправильное мероприятие, которое завтра будет с пластиковой статуэтки разным людям. А я каждый раз прихожу и завидую. И завтра выйду на эту сцену и скажу, чуваки, я завидую супрунчикам, я завидую всяким разным херам. Ведь нилицам, которые короче нормально получают, знаешь что, за то, чтобы свадывать свою душу, свою любовь, свою красоту, свой ум, свою неподражаемую манеру. Всё, что они делают – то, что н centre хорош зря в жизни. Правей вы 얘기ли никогда за последние мне 43 года, ни разу, не дали мне вне отомни Herzh тошке в моей жизни есть смысл. Такая взёпа разница – вздоп ли они или нет! Если мне до сих пор это нравится, сразу на все эти позиции, кокли, закопали, я буду продолжать путь ролевые игры, буду продолжать ездить на ролевые мероприятия. Я почти пошел и у меня нет никаких новых ролевых игр, а ты потом и принимать тричь и ставишь 50-й раз. Если они не сдохли и продолжают кормить на собоях, ну давай хотя бы хорошо и классно их приготовить и кормить мероприятия и других людей. В конце концов, люди все явные и жрут все, что попало. А наша с тобой задача, чтобы это было вкусно приготовлено. Раунд! Спасибо, друзья! А есть ли жизнь в ролевых играх? Нет ли жизни в ролевых играх? Нет науки, неизвестно. А мы на этом заканчиваем наш мероприятие «Горячий слабо»! Ух!